Патак сейчас мало что комментирует, руководство мало что комментирует. Новый спортивный директор, что наш Амурал, где вы его нашли, откуда вы его взяли, чья это была идея, расскажите, пожалуйста, из трех слов. Как я уже говорил, в сложных вопросах мы работаем командой. Это была совместная работа руководства клуба, мы рассматривали большое количество кандидатов, больше десяти, рассматривали по разным параметрам, проводили интервью, смотрели на анализ, который делали кандидаты в конечном счете, приняли решение в отношении Томаша. Несмотря на относительную молодость его, он обладает большим опытом работы в серьезном клубе, который, как мы считаем, выстроил у себя систему подготовки футболистов, похожа на то, что мы бы хотели построить у себя. Приходит Томаш, с ним сразу приходит Увальде. Не с ним, но приходит Увальде. Это его кандидатура, я так понимаю, или нет? Во-первых, я уже комментировал, что все решения по трансферам, они принимаются не одним человеком, неважно, это Пол или Томаш, а трансферным комитетом. То есть решения принимаются коллегиально. В каждом решении по игрокам принимают решения и тренер, и спортивный директор, и членов света директоров, и генеральный директор. Соответственно, мы изучали возможность приобрести разных футболистов. По итогу этот кандидат оказался наиболее подходящим. Чтобы этот кандидат появился, его нужно принести на трансферный комитет. Его принес Амарал. Да. В своем интервью Амарал говорил про то, что, в частности, в Бенфике, они покупали футболистов в нужный момент, и потом могли их перепродавать дороже. Вот трансфер у Увальде как будто бы не вписывается в эту концепцию. Непонятно, как можно продать футболиста еще дороже, чем за 13 миллионов. Ну, во-первых, посмотрим. Очень хочется верить, что этот футболист еще будет приобрелять. Он достаточно молодой. И я очень надеюсь, что его трансферная стоимость тоже будет расти. Но мы только начали работу. И на данный момент, если помните, в том же интервью, Томаш сказал, что сейчас приходится реагировать на проблемы и вызовы, которые есть. А в дальнейшем, в долгосрочной перспективе, хочется выстоять работу на опережение. На данный момент мы просто решали ту проблему, которая была найти игрока с определенным профилем. Но правильно мы понимаем то, что в целом этот один из векторов нового «Спартака», что вы хотите покупать дешевле, продавать дороже? Не совсем так. Один из векторов «Спартака», что мы планируем усилить команду футболистами, которые в дальнейшем должны переправлять стоимость. Много разговоров о том, что это очень трансфер с переплатой. Это так? Ну, это не секрет, что для того, чтобы в России привести сильного иностранного футболиста, есть некая, как сказать, страновая, иностранного риск-поправка. То есть в России идут с переплатой. Но, как я еще раз подчеркиваю, мы рассчитываем, мы надеемся на потенциал, что футболисты очень рассчитываем, что он будет прибавлять еще в мастерстве. Возникли ли проблемы с переводом денег для транса? Пока все по плану. Сегодня появилось новое интересное «Спартака» по полузащитнику Боке, Фернандесу. Насколько вообще сейчас «Спартак» смотрит игрока в центральный полузащитник? Есть ли это планы? И может ли есть интерес к этому игроку конкретно? Смотрите, как я еще летом рассказывал, я стараюсь не комментировать про фамилию футболистов, по которым нет ни переговоров, ни сделок. То есть мы обсуждаем имена только тех, по которым уже заключены какие-то контракты на покупку или продажу. Как это, в принципе, работает? Мы стараемся смотреть футболистов на разные позиции. Совершенно не значит, что мы именно в это окно должны кого-то купить. То есть в нормальном клубе должна быть, как называется, концепция «шэдоу-тим». То есть на каждую позицию должен быть вариант усиления, если это вдруг потребуется. Соответственно, мы смотрим на разные позиции игроков. Он был в нашем списке, но это совершенно не значит, что мы будем принимать какие-то быстрые действия. Сколько транспорт еще сдать «Спартака» зимой? Сколько планируется еще? Какие позиции вы будете уделять? Ну, на данный момент нет планов по какому-то срочному усилению. Но, тем не менее, мы продолжаем мониторить рынок, как я сказал, на разные позиции, для того, чтобы быть готовым выступлением к выдашению. Тема с Георгием Джики сейчас самая острая. Мы сейчас с Георгием разговаривали, но я бы хотел сначала начать с интервью его агента. Насколько вас она удивила, как вы на него отреагировали? Потому что там такие вещи были, которые, в принципе, в российской футболе не принято говорить, произносить. Смотрите, Максим, я не хотел бы какие-то конкретные слова каких-то агентов комментировать. Это было бы излишне. Я в целом бы, наверное, на все сразу подобного рода вопросы хотел бы ответить, что мы с Георгием в нормальных рабочих отношениях. Мы обсудили все вопросы, приняли решение по дальнейшему сотрудничеству. Он остается в клубе и будет играть, соответственно. И, надеюсь, еще поможет «Спартаку». Про агентов я могу сказать просто, что, чтобы они не говорили, это «Московский Спартак». В «Московской Спартаке» агенты не могут диктовать условия какие-то, ставить условия, ультиматумы. Ни в основной команде, ни в какой-то другой. После условий? Есть решение, принимает условия, нам никто не ставит. Вы только что сказали, что агенты нигде в «Спартаке» не могут диктовать ничего, но в то же время возрождается «Спартак-2», который полностью формируется под Павлом Андреевым. И переводится целый клуб, и тренерский штаб. Вам не кажется это странным? Вы видели состав «Спартака-2»? Мы пока не видели, но мы видим, что там много... Там 7 человек из «Звезды». Это весь состав? Ну, это большая часть. Ребята, вы выворачиваете факты под нужную задачу. То есть вы хотите сказать, что Павел Андреев имеет отношение к «Спартаку-2»? Я хочу сказать, что никто из агентов не диктует нам условия. А то, что по тем или иным задачам мы сотрудничаем с кем-то из агентов, с Вадимом Шпиневым, с Павлом Андреевым, но это факт, потому что это агенты, которые работают на российском рынке. У нас в основном составе много игроков Павла Андреева. Ну, какое влияние Павел Андреев сейчас имеет на «Спартак-2»? Такое, что довольно большое количество футболистов Павла Андреева будет играть в «Спартак-2». Это значит, что он сможет диктовать свои условия «Спартаку-2» как минимум? Один агент не может диктовать условия «Спартаку». Почему вы приняли решение сделать уклон в этот вектор, когда создается вот этот новый клуб? Потому что была задача, в самом начале, собрать сильный состав, конкурентоспособный. И при этом, чтобы эта команда была молодая, чтобы это была команда на перспективу ребят, которые могут через год, через два заиграть в основе. И дальше мы просто собирали по спортивному принципу тех ребят, которые, как нам казалось, усилят состав «Спартак-2». У вас нет опасений, что это может в дальнейшем привести к зависимости от Павла Андреева, и к тому, что многие игроки Академии уйдут под него, и так далее, и так далее, и так далее. То, что уже проходил не один клуб? Ну, у меня вообще в этом смысле, как я сказал, никаких опасений нет. Мы взяли тех футболистов, которые считали интересными для нашего проекта. Сказали, что вы не хотите комментировать слова агентов. Сейчас с нами общался Георгий, и он сказал, что он дал понять, что полностью поддерживает тюрьму, оказалось прием, что там полностью правду, что она не должна никого задевать и быть неприятной. Соответственно, в общем, надо реагировать. А иметь это в виду, когда вы будете обширать контракт с ЖИКи, то есть как бы вы все равно прокомментировали ту ситуацию, которая сейчас есть между ЖИКи и Абаскалем, потому что ЖИКи сказал, что он допускает, что он не играет сейчас не только из-за игровых причин, но и из-за каких-то личных. Ну, еще раз, мы с Георгием вместе с Гильермо все обсудили все вопросы. Это был открытый, честный, прямой разговор. И вместе приняли решение, что Георгий остается в Спартаке и максимально помогает нам добиваться результата. Внутрианку, что конкретно обсуждали в этом разговоре, кто кому что сказал, я думаю, что бессмысленно сейчас расскажу. Просто Георгий очень важную вещь сказал, что он чувствует себя обманутым клубом. И мы видим реакцию болельщиков, которые кричат, ЖИКи, наш капитан. И как будто бы эта ситуация для клуба не совсем комфортная. Я думаю, что вы немножко пытаетесь раздуть проблему больше, чем она есть. Георгий лояльен клубом, мы ему очень благодарны за его вклад в игру. И очень надеемся, что в весенней части чемпионата он нам очень поможет. От чего зависит предложение, поступит ли предложение Георгия по новому контракту весной или летом? От того, как он и вся команда будут играть весной. А если он не будет играть, учитывая, что он не играет, по его же словам, по личным причинам? Предложит ли вообще Спартак контракт футболисту, который будет игра в сезон весной? Будем смотреть, по каким причинам он не играет. Может быть, разные причины. Осенью, если вы помните, у него была травма, и через матч он пропустил просто побитие на причину. Несколько раз вы проговорили, что мы приняли решение, что Георгий остается в Спартаке. Что это значит? Был шанс, что он уйдет? Это означает, да, что мы обсуждали разные варианты. Возможно, и вместе приняли решение, что он до конца контракта остается в Спартаке. От кого-то исходил вариант, чтобы он покинул клуб до окончания контракта? Мы рассматривали разные варианты, советовались с игроком, потому что это его решение тоже. И приняли вместе такое решение. А есть ли вообще теоретическая возможность, что будет автоматическая пролонгация, или это уже невозможно? Есть теоретическая возможность, она присмотрена к контракту. Для этого он должен сколько матчей отыграть? Как я много раз подчеркнул, я не люблю рассказывать детали контрактов. Но это действительно автоматическое проделение в случае определенного количества матчей. Сегодня появилась информация, что Амарал хотел привести Спартака в орган полузащитника, но якобы тренер не хотел этого делать. Какая-то странная история. Не хочет, чтобы приходил игрок. Как будто бы сталкивают лбами. На мой взгляд, это какая-то герунда, кто-то зачем-то пытается раздуть эту историю и столкнуть лбами. На самом деле они работают как команда, это совершенно точно. По всем потенциальным трансферам, по анализу работы в команде они нашли общий язык. Давайте еще три вопроса, друзья. Вы в своем интервью сказали, что Эшфорд вполне может продлить контракт. Это вызвало большой резонанс, потому что до сих пор никто до конца не понимает, чем человек теперь занимается. Я сказал про продление контракта. Сказали не факт, что он покинет спартак, истечение контракта не лета. Да, что вы будете рассматривать эту возможность и так далее. Я, возможно, недословно говорю, но такой посыл был, и это многих удивило. Я вообще ничего не говорил про продление контракта. Я просто сказал, что на данный момент его опыт и знания пригодятся нам. Он нам действительно помогает. Он сейчас находится на сборах как раз со второй команды и помогает оценивать перспективы игроков, которых мы просматриваем. Александр Александрович, если я не ошибаюсь, Спартак никак не прокомментировал видео с участием в СМД Медведево, где он наглядно сказал, что с ним на него делался протокол. Вы сейчас можете дать оценку от клуба, как вы вообще отреагировали на вот такое поведение генерального директора из них? Слушайте, я считаю, что лучшая реакция – это на поле. Я очень надеюсь, что мы ответим на футбольном поле во время грязи. И последний вопрос. Можно спросить по инфраструктурным вопросам. В частности, вы защищали, вы защищали все действия на участие Сагарина. Инфраструктурный проект. Я один сходник, а второй планирует непосредственно наследие. Как прошло, какие сроки и какие детали можете раскрыть? Частично я раскрывал уже в интервью. Вам как раз. Проект двигается. Я думаю, что еще несколько месяцев нам понадобится для прохождения этапов разрешительной документации. Очень надеюсь, что мы выйдем на стройку в конце года. И очень надеюсь, что объекты будут сдаваться в горизонте трех лет. Спасибо большое. Олег Александр, а какое место должен занять Спартак по итогам сезона, чтобы Абаскаль остался? Много факторов. Нужно понимать контекст. Но задача стоит топ-2 всегда у Спартака. Было ли от Спартака предложение GK продлить контроль? Мы обсуждали, как я сказал, разные варианты. На данный момент решение, чтобы нагреть до конца контракта. После этого будем обсуждать предложение. Друзья, всем спасибо. Спасибо.